Безусловно, главное событие второй майской декады — это отказ группы РНО от своих российских активов. Сама фактура свершившегося события понятна. В одночасье Тольяттинский, Ижевский и Московский заводы вдруг переданы под государственное управление. Но вот подробностей громкой сделки почти нет. Хотя некоторые любопытные детали телеканалу «Россия-24» сообщил директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. С компанией РНО достигнута договоренность о сохранении всей действующей линейки автомобилей Автоваза с возможностью развития продуктов и освоения новых продуктов в соответствии с планами, которые у Автоваза уже существовали. И в этих словах скрыта подлинная сенсация. Ведь совершенно очевидно, что под новыми продуктами, которые упоминает чиновник, скрываются преемник Гранты и новая Нива, над которыми сейчас вовсю работают вазовцы. Обе машины построены на платформе CMF-B из ассортимента Рено-Ниссан. А потому оставались серьезные сомнения, не придется ли замораживать важные для автогиганта проекты. И если верить заявлению господина Пака, нет, не придется. В ближайшее время новый менеджмент Автоваза, который придет на смену французскому менеджменту, представит новую стратегию развития Автоваза с учетом существующих договоренностей. Проще говоря, подробности последуют, как только новое руководство заступит на свои посты. И этому руководству предстоит решить весьма любопытную задачу – перенести на Автоваз сборку кроссоверов Рено из Москвы. Отдельно хочу сказать о возможности производства на Автовазе автомобилей Рено Дастер, но под брендом Лада. Об этом тоже соответствующая договоренность компания Рено достигнута. Отметим, что чиновник немного оговорился. Как уверяют источники телеканала Автоплюс внутри ведомства, в Тольятти переедет не только новый Дастер, но и другие кроссоверы французской марки, а конкретно Каптюр и Аркана. Главный вопрос – какой конвейер станет новым местом прописки бюджетных SUV? Технологически паркетниками вроде проще дозагрузить линию B0, где главным действующим лицом является семейство Lada Largus. Однако не стоит забывать, что полтора года назад под контроль автогиганта перешел бывший завод GM Автоваз, где прежде выпускали внедорожники Chevrolet Niva. И это хорошее место, куда можно было переселить кроссоверы Рено. Продолжение следует...